Всем привет, меня зовут Кристина. Мы поговорим немного с вами о популяции. В принципе, опуляционная генетика это раздел генетики, который изучает изменение частот аллелей, вариантов генов в популяции по действиям определенных факторов, о которых мы поговорим с вами позже. Но в целом, что такое популяция? К примеру, можно ли считать собравшуюся в этой аудиторию популяции? Можно. Ладно, один за. Кто-то считает, что нельзя? Нельзя, замечательно. Как вы думаете, например, почему нас можно считать популяцией? Окей, хорошо, но популяции все-таки нельзя или можно? Нельзя, ладно. Да, в общем-то, что нельзя, это правильный ответ, потому что популяция это набор особей, группа особей, которые проживают на одной территории, обязательно должны обмениться между собой генетическим материалом. Мы, в общем, все тут не живем, генетическим материалом тоже не обмениваемся. Собственно говоря, на этом слайде мы можем видеть, допустим, популяции львов. Вот они проживают в кратере ангора-ангора, это потухший вулкан, кратер, не прошу прощения, потухшего вулкана, и те особи львов, но других животных, которые там проживают, они совершенно особо называются популяцией. То есть они принадлежат к определенному виду, но они отграничены от всех остальных особей своего же вида, в данном случае вот кратера. У популяции, как и у всего остального, есть определенный набор своих характеристик. Первое, что приходит в голову сделать с популяцией, это посчитать, сколько у нас есть там особей живущих. Изначально английский ученый-священник Мальтос, экономист заодно, он разработал теорию, согласно которой он говорил, что если будет продолжаться увеличить количество людей, то мы всем уйдем от голода. И, собственно говоря, допустим, вот эта экспонент, она отображает эту тенденцию, то есть чем больше людей, ну не людей, особей каких-нибудь, тем, соответственно, они больше могут дать потомство. То есть чем больше людей, тем больше людей, и количество их растет очень резко за очень короткий промежуток времени. Однако, к счастью, он был неправ, потому что все происходит не совсем так. Он не учитывал то, что на популяцию оказывает влияние внешняя среда, а также ограниченность ресурсов. И вот на самом деле это выглядит примерно так. То есть у нас есть определенная верхняя критическая граница численности популяции. То есть это то количество особей, которое может в себя вместить данная территория с данным объемом ресурсов. И, собственно говоря, мы можем видеть, что у нас изначально N0, это у нас исходное количество особей. Сначала, да, действительно наблюдается определенный экспоненциальный рост, но позже это выходит все на плато. То есть и, в принципе, популяция дальше не растет. Кроме того, следующая характеристика популяции – это изменчивость. То есть особи, они могут меняться или под действием внешних факторов, и тогда эти изменения не будут наследоваться, или под действием каких-то внутренних изменений, тогда, соответственно, определенные какие-то, какие наследуются. Ну или под действием этого и другого. Следующее, что характерно для популяции – это определенная структура. На данном слайде представлена половая возрастная структура Индии вот в 2017 году. То есть мы можем видеть, что, в принципе, популяцию можно разделить по определенным категориям, да, допустим, вот по полу. Можно разделить по возрасту. Да, тут важно сказать, что вот такая пирамидальная структура, она характерна в основном для развивающихся стран и, ну, в принципе, варьируется от страны к стране. Это вот просто частный случай. Кроме того, для популяции характерна еще и генетическая структура, чуть дальше поговорим, а также определенная система скрещиваний. То есть в реальных популяциях не происходит панмексии. Панмексия, то есть это свободное скрещивание индивидулов между собой без какого-либо предпочтения, выбора и так далее. Теперь поговорим немного о генетической структуре. Чтобы поговорить об этом, надо вспомнить, кажется, 11 класс. Кто-то помнит, что такое алель? Да, хорошо выкиваете, это хорошо. Значит, алель – это вариант гена. Алель мы будем рассматривать, что он бывает доминантная или цисидная. То есть доминантная алель у нас подозначена большим B, соответственно, рецессивная – малым B. То есть вариант, когда у нас есть, когда мы говорим, что особь, допустим, гомозиготна по доминанте, это означает, что у нее есть две доминантные алели, одна у того же гена. Соответственно, гомозиготная по рецессиву для рецессивных алели, одна у того же гена, ну и гетерозигот и гетерорасный. Окей, поехали дальше. Генетическую структуру популяции описывает закон Харди-Вайнберга. Вот вы тут видите Харди, и вот Вайнберг, да, Харди был математиком, а Вайнберг вообще акушер-гинекологом. Как это вот это занесло, я не знаю. Но суть в том, что они оба, независимые друг от друга, насколько мне известно, сформулировали закон о том, что мы можем посчитать количество доминантных гомозигот, гетерозигот и рецессивных гомозигот. Это все будет равно единице. Кроме того, будет сохраняться из поколения в поколение. То есть о чем у нас речь. Если у нас в родительской популяции было, ну, тут у нас какие-то типы лисиц, если у нас в родительской популяции было 64% черных лисиц, 32% черно-рыжих лисиц, представители гетерозигот, 4% рыжих лисиц, представители рецессивных гомозигот, то в следующей популяции их тоже будет столько же обязательно. Ну, если, да, не совсем обязательно, если мы рассмотрим идеальную популяцию. Идеальная популяция, которая рассматривается в данном случае, это такая популяция, в которой есть бесконечное количество особей, то есть прям вообще очень много. Это та популяция, на которую не влияет отбор, миграция, мутация, а также присутствует панамиксия. Все эти характеристики, они не совсем применимы к реальным популяциям, однако этот закон можно применить и к реальным тоже, но с определенной погрешностью. Да, и тут у нас графическое отображение этого закона, то есть если у нас идет по оси иксов, у нас идет частота доминантная лилипэ и q частота резиссивная лилипэ. Если мы знаем их, то мы, соответственно, можем посчитать, ну, допустим, если у нас там 0,6 В большого и 0,4 В малого, соответственно, мы можем посчитать, сколько у нас будет представителей, ну, частота генотипов определенных наборов аллей, соответственно, знакомая гетеросикой. Хорошо, то есть мы характеризовали, в принципе, популяцию, но теперь нам надо сказать о том, что на нее влияет. Ну, в общем, я, судя по улыбке, наверное, все-таки видели люди этот фильм, это очень радует, да, хороший, плохой, злой. Мутации, они тоже бывают разные, и в основном в популярной культуре как-то мутация это связано с чем-то не очень хорошим, и, увы, это отчасти правда, то есть 70% мутации, допустим, если мы рассматриваем фруктовых мушек, которые дрозофилы, они это излюбленный объект изучения вообще генетиков, популяционных генетиков в том числе, 70% мутации у них неблагоприятные, и только 30% они могут быть или нейтральными, или благоприятными, что, ну, в общем, довольно небольшой процент, ну, это, в общем, в данном случае ничего страшного. Да, и японскими мутациями была сформулирована нейтральная теория молекулярной эволюции, которая гласит, что сохраняются, ну, то есть популяции не улучшаются, они становятся лучше, они просто не становятся хуже, потому что нейтральные мутации и частично благоприятные, да, не закрепляются, а, соответственно, неблагоприятные не закрепляются согласно этой теории. Следующее, то, что влияет на популяционный фактор, это тоже, наверное, очевидно, это, в общем-то, отбор. Отбор приняты делить на естественный, искусственный, в левой части, на левой части слайда вы можете видеть естественный отбор. В данном случае это у нас, ну, какая-то птица, допустим, ворона, она вот систематически поедает именно зеленых жуков. И логично, что через определенное количество популяции она их просто всех вывестит, и в итоге останутся рыжие жуки. И, да, тут мы вспомним другую очень любимую фразу в популярной культуре о том, что выживет сильнейший. Ну, в общем, это вот, ну, не совсем так, мягко говоря. То есть выживет не тот, кто самый сильный, а тот, кто самый приспособленный. В данном случае, если мы будем рассматривать, да, то рыжие жуки, они вряд ли были какие-то, ну, как-то лучше, круче и сильнее, быстрее и все такое прочее. Просто так оказалось, что рыжих жуков птицы не хотели есть, а зеленые хотели, и поэтому зеленые вымрили, а рыжих нет. Просто так оказалось, что в данном случае рыжие оказались более приспособленными. И искусственный отбор, собственно, самый яркий пример, это селекция. Это вот замечательное фото. Было сделано, насколько я помню, одним из работников Министерства сельскохозяйства США. Они выбирали специально такую культуру, чтобы она была такие морковки, чтобы они были вот по-разнозветнее. Получилась такая замечательная вещь. Собственно говоря, искусственная отбора, то, что делает человек, допустим, если мы там хотим вырастить, ну, пусть кукурузу. Есть у нас поле засаженной кукурузы, и только 30% растений нам подходят по каким-то своим признакам, качествам, да, вот мы хотим, чтобы там была большая, быстро расставить, что-то такое прочее. То есть мы, соответственно, эти 30% вставляем, остальные 70% ну или мы как-то элиминировали, накормили, ну, в общем, что-то с ним делать, и потом с ним дальше не работать. Ну, и так постепенно выводится искомая культура. Следующие, там будет два варианта, да, то есть то, что влияет на популяции, но чуть менее очевидно. Первое – это дрейф генов. Дрейф генов – это процесс внезапного, ненаправленного изменения чистоты генотипов под действием непредвиденных обстоятельств. Рассмотрим мы на примере шариков, да, то есть мы представим, что у нас была популяция вот шариков, соответственно, и у нас тут какие-то синие и желтые. Если вдруг когда-нибудь случилась какая-то великая там шаричная катастрофа, и так случилось, что большая часть популяции вымерла, но часть какая-то осталась, можем сказать, что в данном случае это эффект битылочного горлоска, да, через него может пройти только небольшая часть, большая часть умирает. И таким образом мы можем видеть, да, вот там, где у нас выжившая особи, что, ну, тут было соотношение красных, прошу прощения, желтых и синих, ну, один к одному, ну, там, ну, шесть к четырём, ну, где-то около того, да. Тут же мы видим, что у нас всего девять шариков осталось, и при этом из них семь синих, то есть частота, она сразу, внезапно, очень сильно изменилась. И, как следствие, дальше следующая популяция, ну, не популяция, а, то есть следующие поколения, они будут развиваться именно на основе вот этой выжившей популяции. Это называется эффект основателя, то есть, что последующие потомки данной выжившей популяции, они будут формировать себе генотипы именно исходя от того, из тех генов, которые у них есть. Ну, и тут, как мы можем видеть, в принципе, это соотношение более-менее сохраняется, то есть тут явно больше синих, чем в желтых. Как следствие того, что прохождение вот этого бутылочного горлышка может и часто наблюдается инбридинг. Инбридинг – это, ну, брид, да, размножаться и, соответственно, внутри. Это скрещивание близкоросленных особей. При скрещивании близкоросленных особей может, как следствие, наблюдаться инбридинговая депрессия. То есть это вариант, когда, ну, допустим, в рецессивных, обычно все неблагоприятные мутации накапливаются в рецессивных аллелях. Соответственно, если у нас много особей, они подуются близкоросленному скрещиванию, то гумазиготы по рецессиву они могут накапливаться. Как следствие, все эти мутации не проявляются. То есть, допустим, если бы у нас была катакета рецессива, тогда у нас был долинаутный болель, который бы это перекрыл. Все было бы хорошо, и жила себе в бою, и, в общем, не тяжело. Но поскольку у нас его нет, то у нас наблюдается довольно, ну, повышается частота гумазиготы по рецессиву, соответственно, часть может или значительно понижаться их качество жизни, или они могут умирать, ну, в зависимости от мутации, собственно говоря, в противоположность этому. А так, кстати говоря, про бутылочное горлышко, это, в принципе, происходит, ну, постоянно, нормально, допустим, та же самая дрозофила, она вот каждый год, каждую зиму большая часть популяции дрозофилы умирает, потому что, в общем, холодно жить не хочется. Соответственно, каждую весну эта популяция, она потом возрождается, опять, и вот их постоянно, летом, куча везде. То есть, в принципе, как бы нормально происходит постоянно. Так вот, как противоположность, инбридинг, у нас есть аутбридинг, мы чуть дальше поговорим, и мы будем говорить о нём вместе с потоком генов. Поток генов – это процесс переноса генотипа из одной популяции в другую. То есть, допустим, если у нас тут есть две популяции птичек, соответственно, вот они, а дорогая, б, и вот они есть, а синие и красные. То есть, если они себе живут какое-то время разделены, допустим, тут они разделены какой-то горой, но вдруг случается, что одна птица посещает, скажем так, первую популяцию и даёт какое-то потомство, таким образом, ну, вот происходит аутбридинг для этого скрещивания отдалённых особей, которые отдалены друг от друга генетически. И, с одной стороны, это вроде бы как хорошо, потому что новый генотип, соответственно, это плюс к генофонду, потому что больше вариантов, больше вариантов, значит, больше вероятность, что можно получить что-то более приятное, хорошее и вообще. Однако тут могут наблюдаться и негативные последствия в виде двух эффектов. Первое – это генетическое загрязнение. То есть, если мы представим, что у нас есть где-то популяция, которая живёт на определенной генетической территории довольно давно и, в общем, живёт хорошо, и всё у них в порядке, вдруг приходит какая-то другая популяция, которая так получается, что она оказывается более приспособленная к условиям первой популяции. Как следствие этого, логично, что вторая популяция постепенно вытесняет первую просто потому, что она более приспособленная. То есть, в принципе, может, каким образом наблюдаться исчезновение определенных исходных родных популяций. Второе следствие потока генов – это может быть отбридинговая депрессия, то есть, если у нас отбридинговая была плохо, там много гумоизигот, то отбридинговая может быть плохо, потому что получается много гетероизигот. Как вообще так получается, что это может быть плохо? Ну, например, у нас вот есть, да, синие птички, и представим, что они живут в каких-нибудь там синих джунглях, а красные живут в красных. И вот тут можно видеть, я не знаю, видите ли вы, но тут, в общем, написано, да, что популяция А, у них там давление против лицесива, то есть эти больше доминантных наблюдается генотипа, а тут больше лицесива. И вот, в общем, когда получается у них вот такой вот ребеночек гетероизиготный, если мы представим, что в данном случае мы рассматриваем ген цвета, у нас доминантная, это синяя, это синяя, это красная, то в итоге получается такое что-то фиолетовое, что фиолетовое не может скрыться ни в синих джунглях, ни в красных джунглях. Поэтому жить ему, соответственно, тоже сразу становится нехорошо, потому что в середине ничего он, в общем, делать не может. Да, то есть это тоже может быть плохо. Кроме того, в общем, одна, наверное, из задач этой лекции, по крайней мере для меня, это сказать, показать, что пульсовная генетика изучает то, что не только то, что когда-то произошло, не только то, что когда-то произойдет потом, в будущем, это то, что вот происходит прямо сейчас с теми же трозофилами. Вот, например, статья вот 25 апреля, да, 16-го года в Scientific American, там вот есть сходж, когда сможете там почитать, если захотите, о том, что резко, драматично изменяется популяция пингвинов. В этой статье речь идет об аделях, антрактических и попуанских пингвинов, если я ничего не путаю. Идея в том, что вследствие глобального потепления время на образование ледников значительно сокращается, говорится там, что до 90 дней, то есть 90 дней меньше становится времени, чтобы ледники могли образоваться. Допустим, пингвины адели, они, в общем, очень любят лед, им там хорошо живется, соответственно, если его меньше, им сразу живется хуже. В то время, допустим, ну, опять-таки, в этой статье приводятся аргументы о том, что, допустим, попуанские пингвины, антрактические, им, в общем, нормально, меньше, да, ну ладно, и они могут более успешно выживать в более теплых условиях. То есть мы можем заметить, что если мы предположим, что и дальше все будет теплеть, все будет таять, то в какой-то момент, наверное, надо ли станет совсем плохо жить. Ну, в общем, таким образом может изменяться популяция, ну, в общем, количество, они могут постепенно исчезать и так далее. Ну, да, и тут есть прекрасный график, который у нас 56-го было. Ну, я подозреваю, что все-таки нулевой тут должен быть год. Показывает, что количество бензинов, оно, в принципе, достаточно драматически падает с ростом температуры. Вот это, в принципе, все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...